Перед тем, как мы начнем, хотел бы вас спросить, как вы думаете, сколько стоит iPod первого поколения? Белого цвета, новый, практически не распечатанный. Вот, все это у нас выглядит следующим образом. Можете оставить свое мнение в комментариях. Ответ вы узнаете в середине видео. Так, давайте приступим. Всем привет, дамы и господа. Вот, буквально пару часов назад я сидел в интернете и смотрел цены на Sony PlayStation 1. Естественно, на бэушные модели смотрел, что почем. Вот, обратил внимание, что есть модели по 20 долларов, там по 60, по 200. Ну, дороже 300 долларов я вроде еще не видел моделей, именно бэушных. Но есть еще такая тема, что некоторые вещи продаются в нераспакованном виде, то есть с конвейера. Они у кого-то лежали, допустим, там 20 или 30 лет где-то на складе. И вот они вдруг решили их выставить. И цены на такие экземпляры, естественно, в разы и еще раз в разы дороже, чем вот бэушные модели, использованные какие-то вещи. Вот, собственно, есть даже такие фильмы, как «Взрыв из прошлого» или «Сорокалетний детственник», насколько я помню. Там даже, вот в фильме «Сорокалетний детственник» там была такая тема, что парень занимался, такой парень-мужик там занимался коллекционированием каких-то редких статуэток, фигурок, насколько я помню. И под конец фильма он решил их даже продать и купил себе особняк. И еще куча денег у него осталось. Вот, и в фильме «Взрыв из прошлого» тоже там была такая похожая тема. Люди закрылись на 30 чем-то лет в бункере в 60-х годах, вышли где-то в начале 2000-х. И у них были какие-то тоже редкие бейсбольные карточки, нетронутые, там еще акции какие-то. И они их тоже продавали по 7 тысяч за каждую штуку. Соответственно, вещи, которые не были открыты, не были использованы, не были потрепаны, еще что-то в этом духе, и они стоят намного и намного дороже. Ну вот, например, бывший Sony PlayStation 1, я так понимаю, ставки стоят у нас 149 долларов, да? А, ну тут ставки, я так понимаю, то есть начальная ставка 143, или что это? А, нет, это цена уже, 149 долларов, ну 150 долларов. Тут еще диски, куча геймпадов, в общем, полный комплект, может, состояние, судя по всему, идеальное. Так, и я случайно наткнулся на вещи, которые не были тронуты. Вот сейчас я вам открою, допустим, обратите внимание на цену сразу. Sony PlayStation 1, новый, что-то в Factor, экстремально редкий. Ну, не написано, что неиспользованный, но, скорее всего, им не пользовались. Так, тут вот коробка такая, видно, судя по всему, даже не распечатанная. Запечатанная, то есть цена уже сразу, видно, 700 долларов. Стоит, вот у меня, кстати, такая же коробка была, когда мой Sony PlayStation была точно такая же, один в один. Да, тут видно, что все в идеальном состоянии, внутри, скорее всего, тоже вот эту этикетку можно наблюдать, даже все запечатанное. Судя по всему, он даже не был открыт. Вот. Идем дальше. Следующая модель. 4800 долларов. Sony PlayStation. Релизная какая-то модель, никогда не использовался ранее. Ну, тут они, конечно, из коробки его достали, чтобы показать, что содержимое, что там, в принципе, внутри содержится. Но все равно его можно считать нераспечатанным, в принципе. Так, для демонстрации решили открыть, показать. Если бы он, конечно, еще не... Ну, как показать внутренности? Что, сканировать, что ли, как-то там, что внутри содержится? То есть, естественно, пришлось вынуть. Если бы они, конечно, оставили там еще этикетку, наверное, еще в два раза дороже было бы. Вот, как вот на первом экземпляре, тут какая-то вот этикетка есть, видно, да, сверху. Думаю, еще бы дороже все это стоило. То есть, вот такая вот коробка. Сразу обратите внимание на цену. Никогда не пользовались этим PlayStation. Релизная версия. Так, а PlayStation 1 с 94. появился, то есть, ему уже дохренищу лет. Ни разу никто им не пользовался. Ну, и дальше меня, кстати, понесло. Я начал искать вообще... Понял, что вещи, которые нераспечатаны, имеют реально большую цену. И я просто начал набирать всякие вещи и смотреть на них цены. Собственно, сейчас я с вами поделюсь своими находками, что я нашел в интернете, по каким ценам. Давайте вместе посмотрим. Так, следующее у нас... А, для сравнения я решил показать обычную коробку Sony PlayStation. То есть, 90 долларов она стоит. Вот вы видите. То есть, тоже у нас тут все отлично. Ну, видно, что она использованная японская версия. То есть, тоже дорогая версия считается. Так, дальше. Вот, теперь готовьтесь. Оригинальный Apple iPod Classic первое поколение. Это вот вас в начале видео спросил, сколько вы думаете, может стоить оригинальный неиспользованный iPod первого поколения. Вот, бэушный мы видим, стоит 200 долларов. Тут, видно, даже немного царапин. Да, вот. А теперь, внимание. Открываю вам ссылку на неиспользованный, ой, непользованный iPod Classic первого поколения. 8999 долларов. Ну, можно считать 9000 долларов стоит вот такая вот хреновина. То есть, я точно не знаю, сколько они стоили в начале. Но, я думаю, не дороже 1000 долларов, вот когда они только начали выходить. Точно не помню. Я знаю, что Sony PlayStation 1 стоил, сколько, 299 долларов. Когда вот он вышел, вот его начальная цена была 299 долларов. Где она сейчас? Вот, вот эта коробка стоила точно 299 долларов. Или вот эта вот. Да, скорее всего, это прилизная какая-то версия. Вот. Ну, и, соответственно, за счет того, что эти вещи никогда не были использованы, время сыграло вот такую вот с ними интересную шутку. То есть, они стали дорожать. Соответственно, он через еще такой же промежуток времени будет стоить в 2 раза дороже, и в 3 раза дороже, с ним ничего не будет. То есть, он будет только дорожать. Лет через 50 он будет, не знаю, сколько, 1000. 1500 может даже стоить. Может, дороже. Ну, соответственно, меня дальше понесло, я начал смотреть всякие вещи. Вот тут коллекция целая Apple, iPod Classic, четвертое поколение. Тут уже четвертое. А тут у нас первое, заметьте, тут уже четвертое, более старая коллекция. Тут, ну, наверное, какие-то... Это обычные, как я понимаю, не какие-то там Special Edition версии. Да, это просто, мне кажется, просто нераспечатанные коробки. Кто-то купил, просто кто-то купил, сколько тут, 7 коробок iPod'ов, положил их в шкафчик. И через вот такой вот, когда... Я не в курсе, когда вышло четвертое там поколение, вообще без понятия. И вот решил продать их за 50 тысяч. И да, кстати, есть люди, которые покупают все эти вещи, чекнутые коллекционеры, миллионеры там. Кто-то хочет иметь себе. Ну, покупают не для того, чтобы пользоваться, а для перепродажи, естественно. Покупают, точно так же хранят и через какое-то время продают еще раз там. В два раза дороже, то и дороже. Ну, в принципе, я говорю, вот, больше времени проходит. А нераспакованная вещь, она становится только дороже. Так, что там дальше у меня? Что там я еще нашел? Да, вот, в принципе, я тут просто открою страницу, что я нашел. Можете пробежаться глазами, глянуть. В принципе, интересная вот эта вся фигня. Вот, следить начал за всем этим. Ну, тут дальше пошли. iPod Mini, первое поколение. То есть, 2500 долларов. Тоже, судя по всему, никогда им не пользовались. Так, ну, если бы им пользовались, это было бы, конечно, это просто бэушная вещь. Стоила бы она там 200 долларов, наверное, а то и дешевле. Вот, нераспечатанная вещь она, видите, сразу. Такая вот цена. Кстати, у меня, похоже, ситуация была очень интересная. В начале, в 1999 году, когда, да, это был Новый год, сколько мне было, лет 8, наверное, была какая-то водка эксклюзивная. Ну, 1999, и, соответственно, следующий, там, начиналось новое тысячелетие, вот это, 2000-е года. И были какие-то редкие бутылки водки. Там даже было написано 1999-2000, типа, редкая какая-то водка, она специальная. Но нередко дешевая, на самом деле. И я решил по приколу спереть с новогоднего стола такую бутылку и закрыть ее в шкафу. Ну, через полгода ее, кстати, кто-то выпил. Нет, это не я был. Вот. Я тоже вот решил, думал, там, через 30 лет, блин, будет дофига денег, наверное, стоить. Типа, такая бутылка редкая с ней бы. Конечно, вряд ли, что случилось, это же водка. Вот. Ну, я не знаю. Вряд ли бы водка стоила таких денег. Ну, задумка у меня такая была взять какую-то вещь и через какое-то время ее там, допустим, продать. Да, и вот такой вот странный пример на водке. Я говорю, ладно. Так, что мы еще там нашли? И какие-то редкие картриджи для Atari, Arcadia за 1895. Вот, я не знаю, что это. Какие-то картриджи или что это. Судя по всему, нераспечатанные картриджи. Есть диски всякие. Что-то написано, давайте почитаем. Видеогеймсистем. Так. Ну, цена 2000, это за все, как я понимаю, или за одну? Если за одну, то это, конечно, тут можно читать, в принципе. Ну, я думаю, это, да, картриджи какие-то. Очень похоже на Sega что-то подобное было. В таких же коробках, помню. У меня пару штук было когда-то. Так, дальше. Дальше перед вами Sega Mega Drive. Нераспечатанная, никогда не использованная. Стоит 1116 долларов. То есть, вот такая вот фиговина. В ломбарде сколько, наверное, бэушные там? По 20 долларов, наверное, сейчас может дешевле. По 10 долларов можно достать. А вот вам сразу. Просто нераспечатанная версия. 1116 долларов. А вот мы видим на eBay бэушные мегадрайвы. Ну, естественно, можно найти куда дешевле. Это eBay. Это, понятное дело, тут у нас сцены немного завышены на некоторые вещи. Тут идеальное состояние, конечно. Ну, это примерно сейчас открыл. Ладно. Не будем смотреть бэушные вещи. Следующая. Так. Следующая я нашел какую-то фигурку. Вообще, я в них ни хрена не понимаю. Просто для примера, что некоторые фигурки... Rare Megas, XLR Promo фигур. Тоже никогда не открытая коробка. Какой-то фигурки. Вообще, без понятия, что это. Написано в Cartoon Network, кстати. Стоит 5 тысяч долларов. Тоже, наверное, кто-то купит. Вполне возможно. Есть такие фанаты. Причем, таких фанатов очень много, которые покупают именно что-то подобное. И продают потом гораздо дороже. Так. Вот еще какая-то фигурка Star Wars. Тут у нас ставки, заметьте. Идут ставки. Все началось от 200-400 долларов. И сегодняшняя ставка у нас составляет 3 120 долларов. Сколько ставок? Ань. Нет? А, не-не-не, ошибаюсь, ошибаюсь. Ставок вообще, оказывается, не было. Это конечная цена. Да. Это... Если хочешь ее купить сразу, то плати ему 3 120 долларов. Вот за это вот. Что это вообще такое? Кому это надо? Самое забавное, что есть люди, кто это готов купить. Ну, 1979 года фигурка, в принципе, срок достаточно большой фигурки. И она все это время оставалась неоткрытой. Ну, по внешнему виду, это какой-то реально кусок дешевого пластика. Но когда ты скажешь кому-то, что ты купил кусок вот этого пластика за 3 120 долларов, на тебя посмотрят, как на больного психопата. Я считаю. Вот. Ладно. Что у нас там дальше? Что-то я еще... А, Sony PlayStation PSP. Человек из России продает у нас... Где-то и вел тут. Не вижу. Какая-то Super Limited Edition Pets. Какая-то редкая версия. У меня тоже есть 3000, 3008 модель. Так, тут у нас, значит, 1000 долларов стоит. Но такого я не видел. За счет того, что это редкая модель, никогда не открытая, никогда не использованная. То есть, тоже лет через 10 она спокойно может стоить тысяч 5, а то и 10. То есть, я думаю, с каждым годом цену можно даже будет поднимать на 1000 долларов. Вот. Или на 500 долларов. Не знаю. PSP, кстати, 3000 модель уже давно не производит, кто не в курсе. А когда модели перестают производить, и у вас имеется неоткрытая, допустим, консоль вот такого вот типа, то, естественно, она будет дорожать. Это 100%. Это гарантированно. Вот на предыдущих примерах вы можете в этом убедиться. Следующее. Nintendo Game Boy System. Game Boy. Короче говоря, тоже никогда не открытый. Никогда не открывали. Странно. Не знаю, почему он стоит 700 долларов. Как по мне, он должен стоить дороже, если он никогда не открывался и никогда не использовался. Может, их даже где-то еще производят. За счет этого они в цене не особо поднялись. Этого я пока не понял. Ну вот, собственно, неоткрытые Game Boy стоят именно 100. Когда-то я, кстати, хотел Game Boy. Они стоили в районе... Сколько? Ну, примерно евро 70, наверное, они стоили. Так, ладно. С Game Boy я не очень понимаю. Идем дальше. Nintendo NES Box Art DuckTales. Тоже какой-то Limited Edition. Black Box. Что это такое? Какие-то карточки. Что это? Entertainment System. DuckTales. Сан-Диего Комик-Кон 2011 эксклюзив. А, ну тут чего-то у нас... Тут чего-то у нас достаточно новое, как я понимаю. 2011 год. Это что-то... Что это такое? The S.R.E.A.L. Непонятно. Нет, скорее всего, вещь эта старая, но ее упаковали в 2011 году. И кто-то на Комик-Коне ее решил приобрести. А что это такое, мне непонятно. Это не картридж, так это карточка. Может, это журнал Сан-Диего. Кто знает, тоже напишите мне. Пока непонятно. Пока не могу понять, что это. Excellent Edition. Не знаю. Походу, это даже не видеоигра. Ладно, что у нас там еще есть? Вот. Еще какой-то редкий картридж. Стоит 49, мать его, тысяч. Dragon Warrior. Nintendo NES. Официальный прототип. 49 тысяч. Это уже, конечно, человек со средней зарплатой себе вряд ли сможет позволить. Только чокнутые коллекционеры, фанаты. Что это такое, мне тоже беспонятно. Но, судя по всему, это какой-то первый картридж. Может, на презентации его использовали. Демонстрировали что-то. То есть, вот такая вот вещь. Но это видно, что это... Нет, это просто картридж. Он даже не запакованный получается. То есть, если бы он еще был в какой-то супер-коробке, никогда не распечатанный, это, наверное, цена. Но, не знаю, ладно. И, наконец, последнее, что я нашел. Теперь, дамы и господа, внимание. У вас будет, наверное, инфаркт. 900 тысяч евро. Это коллекция редких портативных консолей. Вот, можете посмотреть фотографии. С 1980 по 1984 год. Редкие игровые приставки. Есть у человека, и он продает их за 900 тысяч евро. Вот, вы можете наблюдать все это на фотографии. Я насчет того, что использованы они или нет, не знаю. Про это ничего не написано, к сожалению. Но за счет того, что... Не знаю, почему я такую цену, на самом деле, выставил. В евро это... Ой, в долларах это миллион двадцать четыре тысячи. Да, скорее всего, это просто... Просто коллекция хорошо сохранившихся игровых портативных приставок. Использованных. То есть, в них играли. Но они просто в хорошем, в идеальном состоянии, так скажем. Если бы они были в каких-то коробках. Там, с чеками, с инструкцией. То есть, в таком виде, как вы купили. Наверное, бы каждая такая приставка стоила бы 900 тысяч. То есть, получается, тут почти 10 миллионов. У вас сейчас перед глазами. Так, я надеюсь, это цена не за одну приставку тут указана. Я думаю, за всю коллекцию. Да, коллекшн. Коллекция. Полная коллекция. Вот, у человека. Он продает полную коллекцию. Ну, и вот внизу у нас цены. Мы видим, вот, тоже кто-то продает. А вот я не понимаю. Это ж... Почему такая цена? Вот какие-то люди продают, допустим... Что это такое? Отчего такая цена у него? Нет, что-то у этого парня, значит, что-то есть. То ли они реально какие-то новые. Может, у него там чеки, полные комплекты, коробки. Все сохранилось. Просто он это не сводхал. Ну, я не знаю, 900 тысяч. Это, конечно... Я не знаю, кто себе такое может позволить. Только музей какой-нибудь там. Вот, в принципе, это была небольшая, так скажем, экскурсия по миру чокнутых коллекционеров разных вещей. Поэтому, на будущее, если захотите озолотиться, зачем вам класть деньги в банк под проценты, где вы получите какие-то проценты, копейки. Просто купите какую-нибудь редкую вещь, там, допустим, тот же Oculus Rift. Положите его на стол и никогда не распаковывайте. И лет через 20 вы точно так же сможете продать его примерно за 900 тысяч евро. А если купить еще какую-нибудь редкую версию Special Edition, то речь там уже пойдет о миллионах. Ну, это я так думаю, конечно, могу ошибаться. Ну, скорее всего, так оно и будет. Потому что чокнутые коллекционеры, они есть всегда. То есть, вот тут фигурки какие-то у нас. Вот. Как-то так, дамы и господа. Если вон iPod'ы по 50 тысяч продают, о чем речь тогда? Вот. Как-то так, дамы и господа. Это была небольшая экскурсия по миру чокнутых коллекционеров. Всего хорошего. Всем пока. Увидимся в следующий раз. Увидимся в следующий раз.